Евросоюз вводит новые санкции против властей Сирии, применяющих силу против демонстрантов. В Брюсселе утверждают черный список из 18 военных деятелей режима Дамаска. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон считает, что на Сирию вряд ли придется воздействовать так же жестко, как на Ливию. «Я не думаю, что ситуация там и там развивается в одном направлении», — сказала она. «Совершенно ясно, что нам нужно работать в тесном контакте с Набилем Аляраби. Лига арабских стран, которую он возглавляет, заняла решительную позицию. Она поддерживает в Сирии регулярные контакты и говорит ей, что должно происходить. За этой ситуацией мы должны следить очень внимательно». Глава французской дипломатии Алан Джупе приветствовал от имени коллег при остановку членства Сирии в Лиге арабских государств. «Я рад, что арабская лига заняла ясную и твердую позицию. Мы поддерживаем и поощряем ее попытки посредничать», — сказал французский министр. Пока же посредникам не удалось остановить руководителей кровавого режима в Дамаске. Надо сделать больше для помощи в защите сирийского населения. Немецкий министр обратился к России и Китаю, блокирующим санкции против Сирии. «Надеюсь, что те в Совете Безопасности ООН, кто не был уверен в необходимости ясной позиции и общей политики в отношении режима Асада, теперь передумают», — сказал Гидо Вестервеле. «Пусть на них повлияет решение арабской лиги». На прошлой неделе правительства стран ЕС достигли предварительного согласия о прекращении выделения кредитов Сирии Европейским инвестиционным банкам. Ранее ЕС запретил своим членам возить нефть из Сирии после 15 ноября, когда истекут действующие контракты на поставки. Министры иностранных дел утвердили эти меры. «Недавно Кэтри Нэштон заявила, что у Асада нет иного выхода, кроме как уйти из поста сирийского президента», — напоминает наш корреспондент. А сегодня Совет Евросоюза будет обсуждать ужесточение санкций против Сирии.